Компания «Уралкалий» выступила партнером в создании пермского НОЦ. Какой эффект от сотрудничества для себя рассчитывает получить предприятие? Возможно ли применение последних цифровых технологий в такой традиционной отрасли, как добыча калийных удобрений? Далее в нашем эфире интервью с генеральным директором «Уралкалия» Дмитрием Осиповым. Мобильная студия РБК «Перм» продолжает свое вещание из пермского инженерного промышленного форума. У нас в гостях Дмитрий Васильевич Осипов, генеральный директор «Уралкалий». Дмитрий Васильевич, спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Но, по сути, форум уже, можно сказать, что завершился. Ваши впечатления от форума в целом и от пленарного заседания, в котором вы участвуете? Добрый день. Сам форум проходит очень успешно, как мы считаем. Это место, где мы, как компания «Уралкалий», встречаемся с другими производителями самопередового оборудования, с институтами, которые представляют свои технологии. Мы, безусловно, заинтересованы в развитии связей, кооперации с пермскими предприятиями. И это та площадка, где мы можем встретиться, поговорить все наши проблемы и наметить пути решения, пути кооперации. Основные тезисы, наверное, нынешнего форума – это цифровизация, промышленная кооперация как раз. Насколько новые перспективные направления, технологии востребованы в калийной отрасли? Казалось бы, все здесь как истории было, так и есть. Или это ошибочное мнение? Это мнение ошибочное, потому что мы, безусловно, заинтересованы в развитии цифровых технологий. И здесь есть несколько направлений развития. Это и интернет вещей, мы активно участвуем в данном направлении. Это и создание цифрового двойника рудников наших калийных. Это и использование технологий, отличных от Wi-Fi, потому что нам необходима система позиционирования. И в этой связи нам нужны новые IT-технологии. И здесь, на Пермском форуме, как раз мы встречаемся с потенциальными поставщиками, с потенциальными партнерами по цифровизации, по IT-технологиям. На что… То есть понятно, что есть там цифровая модель рудников, да, рудников. На что нацелена компания? Какие разработки в каких сферах будут внедряться в обозримом будущем, в перспективе? Что касается цифровизации, прежде всего, нас интересует информация обо всех наших комбайновых комплексах, как они работают, в каком они состоянии находятся. Поэтому нам нужна именно в цифровом виде информация, что происходит в каждом конкретном случае, в каждом конкретном забое. И мы это, безусловно, сделаем. Вопрос стоит по позиционированию. Нам нужно знать, где кто находится с точностью до одного метра. И здесь вопрос стоит, что это не Wi-Fi, это должна быть какая-то другая. Это то, о чем мы говорили. Да-да-да, это действительно очень важно для нас. Поэтому в каждом… Нам нужен интернет вещей. Нам нужна предыктивная аналитика для того, чтобы понимать, в каком состоянии находится наше оборудование. Поэтому практически все этапы, все ступени индустриальной революции 4.0 мы активно изучаем и внедряем. Но это в том числе и по вопросам безопасности? Это и по вопросам безопасности, это и по вопросам повышения извлечения, это вопросам повышения эффективности на всех этапах производственного процесса. В Пермском крае теперь уже официально появился научно-образовательный центр мирового уровня. Да, и компания «Уралкали» имеет к этому прямое отношение. Насколько полезным будет появление вот такой структуры научно-образовательной? Ваш интерес как руководителя компании? Ну, прежде всего, компания «Уралкали» является одним из крупнейших работодателей вообще в регионе. В компании и в дочерних компаниях работают около 20 тысяч человек. Поэтому, конечно же, мы заинтересованы в привлечении новых молодых кадров в нашу компанию. И здесь мы готовы работать с пермскими высшими учебными заведениями для обучения, для того, чтобы мы получили новых специалистов. Это первая часть. Вторая задача глобальная – это новые технологии. И здесь мы готовы софинансировать прикладные вопросы, прикладные научные вопросы, физико-химические технологии. Ну, например, увеличение, извлечение калия из руды на 1% даст нам дополнительный доход в 1 миллиард рублей. Поэтому, конечно же, мы готовы сотрудничать с научными институтами, с научными группами, для того, чтобы исследовать и внедрять новые подходы, новые технологии в нашем производстве. В первый день форума на расширенном заседании Совета директоров промпредприятий при губернаторе обсуждался вопрос модернизации железнодорожной сети в регионе. Вопрос острый для компании. Можно ли говорить, что вы остались довольны взаимодействием с российскими железными дорогами? Действительно, компания является крупнейшим грузоотправительным в регионе. Всего мы перевозим в год около 20 миллионов тонн груза. Это практически половина всего грузопотока Пермского края. И хотелось бы отметить полное взаимопонимание с руководством российских железных дорог. РЖД была принята программой развития Соликамско-Березняковского узла, а также всего пути от Соликамска до Перми. Общая сумма инвестиций страны РЖД составит более 13 миллиардов рублей. Тем самым мы обеспечим вывоз всей нашей продукции к конечному потребителю, что безусловно для нас очень важно. Хотелось бы благодарить РЖД за такой подход, такое внимательное отношение к нам как клиенту. В полной мере будут удовлетворены потребности Уралкалия после реализации вот этих вот инвест-планов железнодорожников? Да, это точно. Мы абсолютно уверены, что совместно с РЖД мы вывезем всю нашу продукцию, доставим до всех наших фермеров. Спасибо большое. Спасибо вам.